Те, для кого работа с детьми призвание, названы имя городского учителя года. Церемония награждения прошла во Дворце искусств премьера. Позвольте вам представить учителя года Краснодара. Им стала Оксана Мартынова, преподаватель музыки средней школы номер 14. Она получила главную награду, статуэтку «Хрустальный пеликан». В зале лучшую учительницу города поддерживали коллеги и ученики. Главное отличие учеников 21 века, то что мы у них учимся, учимся многому. Не только, как думают обыватели, учимся общение с компьютером, с интернетом, но у них свое мышление, свой взгляд на мир. Они очень смелые, они очень дерзкие. И мы, глядя на них, думаем, что, наверное, нам тоже стоит быть в чем-то посмелее. Лучшим преподавателем основ православной культуры стала Татьяна Органова из 82-й гимназии. А лучшим учителем кубановедения признали Александра Плотникова. Он работает в гимназии номер 69. Приз зрительских симпатий в этом году получил учитель технологии из 36-й гимназии Александр Волковский. Всего за звание самого лучшего в этом году боролись более 100 городских учителей. Отборочный тур конкурса делился на... длился две недели. Педагоги готовили открытые уроки и так называемые Нобелевские лекции, рассказы о себе и своей работе. Жюри оценивало новаторский подход к обучению детей, знание современных технологий и умение заинтересовать школьников. На церемонии награждения глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что городу скоро понадобится еще больше первоклассных педагогов. Сейчас в столице края уже строится и расширяется 10 общеобразовательных учреждений. В течение прошлого года я говорил, что у нас будет и есть город спорта. Теперь еще можно с уверенностью говорить, что у нас будет город еще и называться городом знаний. Потому что количество педагогов и преподавателей накратно будет увеличиваться по вводу тех объектов, которые будут поступать непосредственно в управление образованием. И это большое действительно достижение нас вместе с вами, городской власти, администрации края, поддержки, которую оказывает нам губернатор Краснодарского края. Потому что действительно тот темп по строительству общеобразовательных средних учреждений такого в жизни никогда в Краснодаре не было. Имена победителей учителя года города занесут в золотую книгу образования Краснодара. Сами награжденные уже готовятся к краевой части конкурса. А мы станем болеть за наших краснодарских учителей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!